Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Здравствуйте. Мюзикл, если не ошибаюсь, это же не по вашему профилю. Совершенно. Почему вы этим занялись? Совершенно не по нашему профилю, но проблема детского травматизма, она всегда актуальна. В прошлом году на территории республики погибло 588 человек. Из них 18 детей. В 2008-2007 погибало по 65 человек. На сегодняшний день это 18, но это тоже много. Сегодня нужно... Три раза-то вы снизили. Мы все вместе это сделали. Здесь и комитет, и министерство образования, и преподаватели, педагоги, милиционеры, участковые, сотрудники ГАИ. Все средства массовой информации, мы об этом говорим практически везде. Нам удалось добиться того, что сегодня дети себя ведут на дороге лучше, чем взрослые. И в принципе основное направление это работа с родителями. Я с удивлением узнал какое-то время назад, что при том, что количество автомобилей из года в год увеличивается... Абсолютно верно. ...количество ДТП падает. И более того, сейчас оно меньше, чем было 40 лет назад. Каким образом? Как это вам удалось? На сегодняшний день мы живем по количеству происшествий в 1966 году. Количество транспорта было значительно меньше. И 10 лет назад. Улицы и дороги были не настолько удобные и комфортные. Но что получилось? Плотность потока снизила скорость движения. Мы сегодня перед пешеходным переходом можем где-то заузить улицу, сделать ее извилистой так, чтобы водитель искусственно снизил скорость и обратил внимание на то, что происходит перед ним. 40% происшествий, где погибли люди, это вот эти места. И сегодня мы будем работать очень активно и работаем активно над этой проблемой в части наведения порядка движений пешеходов и водителей. Я попрошу вас пояснить, что это значит, что за этими вашими словами скрывается. Потому что я и водитель, и пешеход. Примерно в равной степени. И я вижу, что с законодательной точки зрения не все отрегулировано у нас на перекрестке. Нужно точнее прописать, что должен делать каждый из участников движения. Мы обозначим четко, в каком месте, в какое время водитель должен остановиться, чтобы пропустить пешехода. В какой полосе будет двигаться пешеход? По полосам. Абсолютно по полосам. Потому что бывают дороги, три полосы в одну, три в другую. Пешеход только начал движение там, я уже должен остановиться. Абсолютно верно. Мы не создадим проект, мы не создадим препятствий для других участников движения. Мы создадим более конкретные понятия, где, когда и в какое время, кто должен чем заниматься, чтобы обеспечить безопасность. Я думаю, что это повысит безопасность в разы. Когда мы к этому придем? Я думаю, что к концу года мы предложим проект изменения правил дорожного движения. На дороге сотрудники ГАИ вежливые и внимательные люди. Но мне рассказывают, что когда тот или иной автомобилист попадает в офис милиции, вот там начинается мотарство. Там заставляют тебя бегать по окошкам. Там не всегда вежливо с тобой общаются, иногда переходя просто на хамский вид общения. Вам знакома эта проблема? Готовы ли как-то вы ей противостоять? Каждый такой вопрос мы рассматриваем индивидуально. Если кто-то где-то нахамил, если кто-то нагрубил, не выполнил тот функционал, который он должен выполнить. Мы разбираемся и выносим соответствующие заключения и привлекаем к определенному виду ответственности нашего сотрудника. Вплоть до увольнения, если это граничит с увольнением. То, что касается дальнейшей работы. На сегодняшний день мы проработали и создали комплекс технических условий. И тендер должен состояться на производство нашей новой системы, автоматизированной информационной системы ГАИ 1 июня. И в этой системе мы предусмотрели работу наших сотрудников, где контакт между заявителем и сотрудником будет минимизирован до практически минимума. То есть мы конфликты избежим тем, что просто не будем соприкасаться. Мы меньше сделаем соприкосновения, будет значительно меньше. И практически по всем направлениям, начиная от регистрации транспорта и какими-то другими административными процедурами, гражданин сможет это сделать удаленно. Посредством интернета, зарегистрировавшись на сайте Министерства внутренних дел, вы сможете зарегистрировать свой автомобиль, выбрать номер, оплатить соответствующие услуги. И не нужно будет стоять в очереди для того, чтобы подать эти документы, поскольку будет указано время, когда, в какое место, в какое окно вы должны прийти, чтобы сдать этот документ. Единственное, вернее, две административные процедуры – это сверка и получение документов. Мы обязаны убедиться в том, что вы подали эти документы и вы их получаете. Итак, 1 июня будет тендер. Будет тендер. А когда это все заработает? Мне бы очень хотелось, чтобы это было в течение двух-трех лет. Но мы планируем это сделать таким образом, что система по мере формирования, по мере созидания этой системы, мы будем ее добавлять в существующую систему. То есть мы проработали вопрос с водительским удостоверением, мы сразу же включили эту систему, она начала работать. Добавили туда мобильного инспектора, то же самое начали работать. А в дальнейшем мы планируем в водительское удостоверение добавить RFID-метку, которая позволит, не доставая водительское удостоверение, получить скан его, то, что он где-то рядом с вами находится, и получим этот документ на свой компьютер, и также сможем проверить его посредством всех информационных систем. А на дороге мы будем постепенно сводить к минимуму контакт инспектора и участника дорожного движения? Ну, условно говоря, чтобы не было искушений у кого-то, да, что-то там решить по-свойски вопрос. Камеру поставь, с камерой общайся, и с ней ты не договоришься. В ближайшее время, я не говорю, что это, наверное, вот может быть завтра или послезавтра, но мы сегодня готовы отслеживать ситуацию по нарушениям проезда перекрестков, по красному сигналу светофора, по полосе общественного транспорта, по остановке и стоянке транспорта и так далее. Иногда, ну, бывает такое, что ты нарушил, условно, скоростной режим, и это зафиксировала, например, камера, да, или радар какой-то. Я смогу, если я это сделал, получить какое-то уведомление, что, уважаемый, ты нарушил, вот тебе штраф, иди его оплати по-быстрому, и будь в ладах законом. Эта система запланирована, она практически проработана, прошло тестирование этой системы, и буквально через два месяца мы сможем СМС-оповещением оповещать о том, что произошло нарушение правил, и вы будете оплачивать штраф. Сезонные проблемы, которые возникают в начале каждого лета. Вот в прошлом году, я помню, что мы эту проблему обсуждали. Мотоциклисты и шум. На сегодняшний день, чтобы измерить уровень шума, необходимо этот мотоцикл изъять, поставить в определенное место и при определенных условиях измерить этот шум. То есть для этого мы будем... На месте этого сделать нельзя? На месте это сделать пока невозможно, но мы тоже работаем над этой проблемой, чтобы совместно с заинтересованными проводить это измерение на участке дороги. Но сегодня мы должны его изъять, оформить в установленном порядке, поместить его в лабораторию, и в лабораторию исследовать этот звук. Вы в этом смысле человек уникальный. Вы начали свою служебную деятельность инспектором ДПС в 93-м году, и дошли до начальника всего белорусского ГАИ. Более того, на этой неделе как раз год, как вы стали начальником. Вот глядя на все это, мы в правильном направлении? Я думаю, да. Я думаю, да, и оценку этому дают люди. И сегодня они говорят о том, что хорошо, что удобно, но давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше, и давайте будем работать над тем, чтобы создать более комфортную ситуацию по нашему направлению. Митя Михайлович, я вас благодарю. Спасибо большое. Дмитрий Корзюк, начальник управления ГАИ МВД Беларуси, принимал участие в нашей программе.